Более 80 случаев заболевания корью зарегистрировали в Молдове с начала этого года. 23 пациента привезли вирус из-за границы. Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Кишиневе, а также в Дрокиевском и Окницком районах. В столице только на прошлой неделе корь диагностировали у пятерых человек. Врачи предупреждают, что в случае первых симптомов – высокой температуры и высыпания по телу – следует сразу же обратиться за медпомощью. Они добавляют, что это инфекционное заболевание, которое быстро распространяется, в частности, воздушно-капельным путем. Эта патология усиливает некоторые симптомы и некоторые ранее появившиеся болезни, то есть может развиваться в нежелательную сторону. Для кори нет специфического лечения. Вместе с корью есть опасность появления энцефалитов, менингоэнцефалитов, лиринготрахеита, истинного крупа и ложного крупа, сепсиса. Единственным решением для предупреждения осложнений в результате болезни является прививка, говорят врачи. В случае невакцинации у ребёнка может развиться типическая форма – острые формы или тяжёлые, которые могут вести к таким осложнениям, как пневмония, менингит, энцефалит. Эта патология, очень опасная во время беременности, может вести к отклонениям в развитии плода. В Молдове прививки от кори ставят годовалым детям, а затем повторяют их в 6-7 лет и в 14-15 лет. У нас вакцинация проводится со смешанной прививкой против трёх инфекционных болезней – кори, краснухи и свинки. Ребёнок может совсем не заболеть или переболеть ею в лёгкой форме. Мнение родителей на этот счёт неоднозначно. Некоторые выступают за вакцинацию, другие против. Да, мы вакцинировались, в год поставили. Я считаю, очень важно ставить детям прививки, так как они являются некой гарантией, что он не заболеет. То есть гарантия не 100%, но мне спокойней. Все болеют, мы тоже через это прошли, особенно после эпидемии прошлого года. Конечно, мы ставим прививки. Нет, мы не ставим прививку. Думаю, так лучше. Страшно. Столько читала, что риски есть и с прививкой, и без. Нет, нет, мы ещё ничего не ставили. Почему? Ну, потому что были противопоказания, но мы не против, как бы. В прошлом году в Молдове был объявлен оранжевый код опасности в связи с распространением кори. Вспышку зарегистрировали в августе в детском лагере села Марии Нейной Унгенского района. Всего в 2018 году зафиксировали 312 случаев заболевания корью.